Всем привет! Очень меня, конечно, перехвалили. После такого выступать становится немножко тяжелее, но мы попробуем. Я надеюсь, что Коля вас не слишком сильно загрузил своим ДДД. Вот это вот, все вот это ДДД, вот это Джава, короче, и так далее. Я попытаюсь вас немножко разгрузить, быть попроще, ближе к людям, но как получится. Ну, начнем мы, как обычно, с разминки. Кто вообще хотя бы раз в жизни, хотя бы один раз был на собеседовании? Ну, на каком-нибудь техническом, я не знаю, там на Питоне или, прости господи, на Джаве. Кто знает на что. Вас, так же, как и меня, очень сильно бесят, и Коля, например, бесят алгоритмические собеседования. Вы сталкивались с тем, ну, например, не знаю, я за свою практику, я крутил круглые люки, считал теннисные мячи, не знаю, чем еще занимался там, считал количество, а, пытался определить, замкнут ли бесконечный вагон, который что-то извращенное сознание свернуло в ленту Мебиуса, и тебе нужно написать алгоритм, который определит с помощью только того, что в каждом вагоне есть одна лампочка, надо ее переключать и так далее. Вот это все, вот это извращение, которое очень любят многие компании, в том числе и наша, в какой-то степени, конечно же, оно не всегда понятно, зачем нужно, не всегда разными людьми это одобряется. И таколи мы все будем с вами это терпеть. Мы не будем этого терпеть, мы сегодня, здесь и сейчас, раз и навсегда поставим небольшую, но гордую точку, мы обсудим то, как проходят собеседования Python-разработчиков, что на них спрашивают, почему спрашивают, должно ли там вообще это спрашиваться, или все это какая-то фигня, которая пытается нас просто развести на то, чтобы мы стали работать за еду, чтобы нас просто так вот подавить, вы не умеете, не знаю, там, раскрашивать свои красно-черные деревья, вот тебе минус 100 тысяч к зарплате, в общем, иди готовься, пока работай за доширак. Так ли это, мы узнаем сегодня. А с вами на сцене вещает Афанасий Евгений, я порядка 10 лет занимаюсь разработкой на Python, разрабатываю сам, руковожу командой, Python-разработки, и сейчас в Python я занимаюсь развитием процессов разработки в управлении IT-инфраструктурой. IT-инфраструктура отвечает за дата-центры, оборудование, опорные системы, такие как базы данных, сетевые системы управления firewall и так далее. Мы строим то, на чем стоит весь бизнес группы компаний Тинькофф. Также, кроме всего прочего, у меня есть дополнительные разные веселые роли в Тинькоффе. Например, я являюсь руководителем, ну ладно, руководителем Python-комьюнити, занимаюсь различными процессами и развиваю Python внутри нашей компании. В частности, я отвечаю за то, как устроен процесс найма Python-разработчиков нашей компании. Поэтому, если вдруг вы захотите что-нибудь в меня кинуть, не кидайте. Ну и, собственно, я из Екатеринбурга. Это тоже очень важно. Сегодня мы поговорим о том, какие вообще бывают собеседования. И чтобы всем было интересно и максимально наглядно, мы поговорим в разрезе собеседований сеньорных уровней. Несмотря на то, что многим еще, возможно, до них, ну, не завтра они будут такие собеседования проходить, кто-то уже проходил, но это самый, наверное, интересный способ понять, куда стремиться, куда развиваться и что нас ждет дальше. Мы поговорим про основные блоки вопросов, которые могут задавать в различных компаниях. Не только в Тинькофф, не только в Яндексе, но в целом в нашей индустрии. Кто вообще в этом зале с гордостью хочет сказать, что он уже сеньор или выше? О, нас уже очень не так уж и много. Коля руку не поднимает, я тебя запомнил. Я даже ведь не считаю. Не, ну ты уже менеджер, ты уже над. Ты сверху, я так сказал бы. Ну или снизу, там как посмотреть. Собственно, в рамках этого доклада, я надеюсь, что будет очень полезно тем, кто рано или поздно хочет стать сеньором, хочет получить заветную уличку, возможно, потом выходить на сцену и с гордым видом что-то вещать, независимо от того, что он говорит. Если он сеньор, ему уже доверяют. Это круто. Также тем, кто, возможно, уже приближается к этому уровню, либо считает себя сеньором, но постеснялся руку поднять, но, может быть, не уверен в том, как проходить Python-собеседование, собеседование в целом, я тоже хотел бы здесь какой-то уверенности придать. А также тем, кто уже давно проводит собеседование, ну, таких, наверное, в зале не очень много, но тем, кто имеет опыт проведения и найма высокоуровневых разработчиков, интересно было бы, я думаю, узнать же опыт, обменяться со мной, и, если что, на FTP-бате мы можем про это все поговорить и решить, кто из нас прав или не прав. Хочется сразу сделать небольшую сноску. То есть все, что я буду говорить, это мое частное личное мнение, это не официальная позиция группы компании Тинькофф. В принципе, нету какой-то одной официальной позиции группы компании Тинькофф по тому или иному вопросу, но на всякий случай не нужно потом это кому-то припоминать, что вот Евгений там сказал, а теперь вы должны меня нанять. Я говорю то, как я думаю, то, что будет на практике, а кто его знает. Также хочется сказать, мы будем говорить про некоторого сферического коня в вакууме, такого абстрактного сеньора. Понятно, что в реальной жизни есть очень много разных предметных областей, где кроме непосредственно общих технических знаний требуется понимание той или иной области. Если вы разрабатываете, я не знаю, системы автоматического управления такси или что-нибудь такое, понятное дело, что там, кроме того, о чем я буду говорить, есть очень много других важных знаний, без которых вы в принципе не сможете такую работу осуществлять. То есть я не буду говорить про специфические навыки, конкретных доменных областей. Также я не буду говорить здесь про такие вещи, как опыт и софт-скиллы. Они, безусловно, очень важны. Безусловно, от них знаний недостаточно, чтобы прийти и сказать, что вот я сеньор, я вот все там в этой презентации у Евгения увидел, пошел, прочитал, и на следующий день прихожу на собеседование, говорю, берите меня. Где мои 300 килобаксов в секунду? В общем, опыт очень важен, софт-скиллы очень важны, но проверить их, и тем более как-то стандартизированно описать, что мы от них ожидаем, какие у нас требования, очень сложно. Поэтому эту тему я тактично обойду. Опять же, можно похолеварить на автопаде по тому, как вообще оценивать опыт и мерить людей по резюме. Это очень великолепный процесс. И на этом, наверное, пока у меня дисклеймер и все. И мы переходим к тому, кто же такой сеньор. Я очень хотел придумать какое-то астроумное определение, но у меня с астроумием не очень хорошо, поэтому я буду просто говорить список. В этом списке я выделю несколько пунктов, которые считаю важными выделить. Собственно, для меня сеньор, пока что такой абстрактный конь в вакууме, это человек, который владеет всеми необходимыми инструментами для решения задач на уровне обычно хорошем, либо выше. То есть это тот человек, который в команде может решить почти любую проблему, в крайнем случае знает, кого привлечь, где найти и так далее. И может, собственно, такие проблемы решать за других людей. То есть всегда в команде есть кто-то обычно менее опытный, кто-то, кто еще пока развивается. И как раз сеньор тот человек, которому первому приходят за помощью. Сеньор умеет закапываться вглубь. Если вы каждый день не запускаете на своем компьютере дебагер, это не значит, что вы имеете право не знать, как им пользоваться. Потому что иногда дебажить код приходится. Понятно, что принты наши все. Я на принтах половину жизни дебажил, вторую половину дебажил на тестах, поэтому дебагером особо не пользовался и сеньором меня бы не взяли. Но в целом важно понимать, что нужно не бояться опускаться как можно глубже. Нужно быть готовым читать исходный код библиотек, который вы используете, ОРМов, которые вы используете и так далее. Вплоть до того, чтобы разбираться, как работает язык, на котором вы пишете, как устроен его рантайм. Также, кроме того, что нужно закапываться вглубь, нужно уметь подниматься высоко вверх. То есть нужно уметь всю свою систему, неизвестно от того, какого она масштаба, оглядывать полностью, целиком, как единый живой организм. То есть сеньор, он не пишет какой-то кусочек кода, какой-то кусочек системы, он не реализует отдельную фичу. Он понимает всю систему, понимает, как на нее повлияют те изменения, понимает, где в этой системе узкие места, то есть где мы можем, условно говоря, забить на качество и производительность, потому что здесь нам оно не важно, а где мы боремся за любую миллисекунду, потому что это самая горячая, самая страшная и важная точка в нашей системе, о которой нужно думать постоянно. Следующий пункт, мне вчера товарищ подсказал спасибо Сергею, хорошая мысль, я ее тоже добавил в свой списочек, это то, что сеньор, человек, который думает о последствиях, не просто решает задачу, он решает вот таким образом, чтобы долгосрочно это никаким боком не аукнулось команде, продукту и ему самому. То есть мы не закрываем быстро какие-то задачи, тяп-ляп. Понятно, что тяп-ляп бывает, потому что бывают сроки, бывают разные вещи, но мы в любом случае думаем о последствиях, думаем, как мы потом будем все это разгребать. Ну и подытоживая все это определение, очень длинное и очень скучное, хочется сказать, в общем случае, сеньор человек, это человек, который решает проблемы, а не задачи. То есть вы ему приносите какие-то достаточно верхние уровни в истории, что нужно сделать, постановки от бизнеса, а уже сеньор может проконтролировать, как мы это сделаем, как мы это не будем делать, это тоже очень важно, потому что иногда сказать, как мы это точно делать не должны, намного важнее, чем накидать 10 вариантов, как это можно сделать. Ну и очень коротко, все-таки, какие собеседования бывают? Вы уже многие на собеседования ходили, поэтому я суперкоротко дам свою великолепную классификацию в собеседовании. Самый первый сферический конь в вакууме это собеседование «Разговор по душам». Это когда один очень мудрый старец берет другого очень мудрого старца и с ним очень долго говорит по душам, вспоминает молодость, как они, не знаю, как закалялась сталь, как они делали революцию и так далее. И потом просто дает им оффер, и они идут дальше делать свой какой-то стартап или что-нибудь еще. Основная проблема такого процесса то, что, несмотря на то, что так нанимать можно, я знаю людей, которые так нанимают, он очень сильно зависит от этого одного мудрого человека, который обладает очень большим опытом, очень большой интуицией, чтобы принимать решения без каких-то сложных технических собеседований, без фактической поверки знаний. Просто посмотрел резюме, поговорил с человеком, что-то там обсудил и такой, он нормально, в общем, пойдет, мы его нанимаем. Более стандартный вариант, который в большинстве компаний практикуется, это просто одна встреча на все, которую обычно проводит Team Lead, он берет и что хочет, там и спрашивает. Причем, в зависимости от компании Team Lead, там могут быть самые разные вещи, но это типа от часа до двух часов вас что-то спрашивают, сразу же обсуждают проект, возможно, сразу же офердогонку вам выдают и все, поехали дальше. Ну и третий вариант, вариант обычно крупных компаний, которые переходят к какое-то масштабирование, быстро растут, это секционные собеседования, это тот путь, по которому сейчас идет Тинькофф. То есть в Тинькофф у нас собеседование выглядит, ну именно если речь про разработчиков, из трех секций. То есть мы проверяем базовые навыки программирования, решения задач, дальше мы про это еще поговорим, это не называется алгоритмами, хотя алгоритмы там конечно же есть. Дальше мы проверяем собственно знание формальное, знание самого языка Python и некоторых вещей, связанных напрямую с разработкой на питоне. И опционально для тех специалистов, которые как раз претендуют на около-сеньорные позиции, мы предлагаем пройти собеседование по архитектуре систем, собственно системный дизайн. Ну и на выходе получаем профит. Что ж, мы немного поговорили потом, кто такой сеньор, и теперь пойдем ближе к разным типам собеседований, точнее к разным блокам, которые могут у вас быть спрошены на собеседованиях. И самая первая, самая нелюбимая, самая холиварная тема всегда это алгоритмы и структура данных на собеседование. Все это не любят, кто-то любит, но он извращенец, конечно же, либо чемпиона CMP. К сожалению, у меня много таких знакомых, которые все время приходят и говорят, какая вообще проблема в эти алгоритмы проходить. Типа я студентом выиграл пару чемпионатов, мне как бы вот эти ваши собеседования вообще ничего не значат. Ну, понятно, что с такими людьми сложно спорить, у них все-таки свой бэкграунд и их, ну, я думаю, там каждый сотый от общего количества, но им, конечно же, попроще. Мы поговорим о том, что в среднем бывает. То есть давайте приведем пример какой-то задачи. Это, наверное, не самая сложная задача такого типа, но она хорошо иллюстрирует, что примерно там бывает. То есть, предположим, дам уникальный список чисел, найдите из них пару, сумма которых равна n. Здесь первый важный мудрый совет, а я буду очень много мудрых советов сегодня давать. Важно, никогда не бегите сразу же что-то делать на собеседовании, когда вы получили задание. Очень важно подумать, внимательно прочитать условия и задать вопросы, если что-то непонятно либо что-то нужно доуточнить. Потому что очень часто это такой лайфхак, ваши вопросы на собеседовании, то, что вы спрашиваете у интервьюера, особенно по поводу постановки задачи, уже говорят о вашем опыте намного больше, чем тот код, который вы напишите. Потому что как раз опытные люди, они зачастую заранее видят те или иные пропасти, ловушки, проблемы, которые здесь могут возникнуть. Те или иные вопросы, которые можно заранее прояснить до того, как мы напишем код, а потом придется его переписывать. Ну, например, в этой задаче как минимум нужно спросить, а нам сколько там пар вообще может быть? Их там может быть одна, n-ное количество, ни одной. Вот. А если их там может быть n-ное количество, мы должны найти любую, первую, последнюю и так далее. От этого зависит реализация. Если вы про это не спросите, то вы напишите какой-то код, а потом к вам, так сказать, докопаются и попросят доуточнить. И хорошо бы, чтобы вы сами об этом подумали, а не интервью подумал за вас. Ну, я думаю, к такой задаче каждый более-менее быстро придумает какое-нибудь решение за квадрат. Там пару циклов взяли, тяп-ляп, короче, пошло, задача решена. Ну, обычно это не то, чего от нас хотят и нас попросят сделать как-то более пооптимально. Ну, предположим, мы даже накидаем какое-то решение. Это не тот код, который нужно читать, он только для иллюстрации, но в целом в конце доклада будет QR-код со всеми материалами для этого доклада, видосиками, докладами других спикеров и, собственно, самой презентацией можно будет посмотреть. Это просто пример. Самое главное, что этот пример еще дополнительно иллюстрирует. Совет номер два. Очень важно, как вы пишете код на собеседовании, потому что это вам может казаться, что на собеседовании времени нет, что вот я там у себя на работе красивый код пишу, там, тестами все покрываю, у меня все там красиво, пью смузи, короче, все очень хорошо. А на собеседовании вы такие там фанк, короче, а плюс б, плюс с, вызвать там д, короче, потом г какой-то появилось, все, поехали, в общем, задача решена, никто ничего не понял, в том числе интервьюеры не понял, от чего вообще пришли с таким стилем кода. Потому что он не знает ваш бэкграунд и ваша задача собеседований показать, что вы умеете придумывать именно переменным, умеете вообще писать какой-то понятный код. Ну, высший пиводаж еще и нотировать его умеете, как бы. Ну, это такой простой пример, но в целом здесь уже есть определенная область для дальнейшего изучения. Ну, и на самом деле вся эта область, связанная с алгоритмическими собеседованиями, она очень большая. Там может быть очень много всяких странных задач. От компании к компании сложность таких собеседований варьируется очень сильно. Где-то их вообще не будет таких заданий. Где-то они будут максимально примитивные и простые. Где-то будут очень сложные. И самое важное здесь про это понимать, что несмотря на то, что как бы, ну, каждая компания имеет право собеседовать, как она хочет, а вы имеете право в нее не приходить, если вам не нравится проходить такие собеседования. Но есть в целом на рынке, безусловно, есть позиции, на которых, чтобы работать, надо очень хорошо в этом разбираться. Их, конечно же, немного, но такие есть. В большинстве случаев, конечно, такие собеседования, они внедряются не потому, что вам нужно в практике постоянно знать, как это работает. То есть это может быть какой-то фильтр на большом потоке, что у нас соискателей больше, например, чем мы можем нанять. Либо какая-то там, не знаю, звезда у одного топ-менеджера, который в молодости стал чемпионом ACMP и решил, что теперь он будет нанимать только таких же людей и так далее. То есть способы бывают разные, компании бывают разные. Вы сами принимаете решение, хотите вы этого или нет. Ну и я скажу, что независимо от того, будут вас спрашивать на собеседовании или нет, что я считаю, сеньор должен знать следующие вещи. Он должен хорошо ориентироваться в базовых структурах данных. Причем не в абстрактных структурах данных, которые где-то на Википедии написаны, а в структурах данных, в том языке, на котором он пишет. Вот в питоне есть лист. Лист это не линкет лист, это динамический аррей, условно говоря. Вот такие вещи надо знать. Надо знать все структуры данных стандартные, знать их сложности, как они устроены, как они работают, какие их сильные и слабые места. Собственно, уметь хотя бы базово оценивать сложности алгоритмов. И, ну, это уже такая опциональная часть, но в целом для успешного прохождения собеседований полезно уметь за короткое время в ограниченных условиях писать рабочие решения. То есть уметь написать немножко кода, 10-20 строк, уметь его отладить, найти ошибки и так далее. Ну и опять же, каждый решает, нужно ли оно ему или нет. Но важно здесь сказать, что если вы вдруг пишете какой-нибудь онлайн-магазин, который ходит по отре коллеги, и он тормозит, то пенять, собственно, можно только на ту небритую морду, которую вы видите по утрам в зеркале. Потому что ошибаться могут все. То есть можно очень долго и рассуждать, что не нужно мне этого всего знать, но если я не понимаю, что такое индексы в базе данных, то я даже на проекте вообще с минимальным количеством информации могу так все запорочить, но работать не будет в принципе. Есть мнение, оно, конечно, спорное, можно похолеварить на автопатии как раз, что хорошая база по алгоритмам и какой-то такой практический навык быстрого решения задач, он делает вас чуть более эффективным в обычной практике. Это очень спорное мнение, но вот мне коллеги говорили, что даже корреляция определенная на большой выборке есть. То есть это не способ отдельного человека оценить, что если он быстро решает задачи на собеседовании, то он станет хорошим и эффективным в работе. Но типа в среднем оценки на собеседования по вот этим вещам могут коррелировать с оценками на ревью, на годовом ревью от руководителей. Ну и важно, что во многих компаниях, если вдруг вы хотите в них попасть, ну по-другому никак, хотите в Яндекс, лид-код, хотите Тинькофф, ну чуть-чуть лид-кода тоже вам не помешает, хотите что-нибудь другое, но возможно лид-код вам не понадобится. Ну и мы перейдем к более любимому, к более нежному, поговорим про питон. Питон – это то, от чего мы собрались, и наверное в любом собеседовании, даже если там никто про алгоритмы не будет спрашивать вас про архитектуру, там все равно спросят про питон, ну потому что это самая основная часть, без нее в принципе никуда. Ну давайте сразу базовую задачу возьмем, предположим, нас попросят, кстати, генератор, который входную последовательность разбивает на некоторые чанки по n элементам. Последовательность может быть бесконечная, мы не знаем, что там есть и так далее. Вот такая типичная задача, есть какой-то типичный код, он возможно даже работает, я его прям в презентации писал, поэтому не уверен, запускать его конечно же не буду, но здесь важно, наверное, понять общий принцип, что от вас ожидает. Понятно, что здесь тоже нужно за ограниченное количество времени написать какой-то рабочий код, но он в принципе очень сам по себе простой, и какие-то минимальные ошибки отладить там тоже может придется. Но важно, что здесь требуется обычно показать владение базовыми, важными паттернами, скажем так, и возможностями языка Python, например, тем, как работает генератор. Понятно, что вокруг этой задачи может быть много туп-вопросов, как работают генераторы, что потом с ним делать, а что такое и так далее. Много других ужасных слов. Также, лично я очень люблю на собеседовании просить людей написать тесты. Это может быть, ну, наверное, популярное мнение, но я считаю, что для Python-разработчиков в целом навык написания тестов он практически 100% обязательный. То есть мы пишем на языке с динамической типизацией и поэтому здесь возможности допустить ошибку очень много. Несмотря на MyPy, несмотря на те все трюки, которые говорил Коля, тесты все равно писать нужно, тесты нужно уметь писать, нужно понимать, как выделять тестовые кейсы и так далее. Поэтому на собеседованиях вы можете встретиться с такой задачей. А если, например, вы с такой задачей не встретились, это хороший повод спросить, а вы вообще тесты там пишете в своей компании X? Потому что, может быть, я не хочу с вами работать, если вы там тесты не пишете. Зачем я там вообще пойду? Там можно поговорить про параметризованные тесты, про фиксирую, про моки и так далее. То есть тема достаточно большая, интересная. Как минимум, стандартные тесты писать уметь точно нужно. Поэтому дружите с тестами, иначе тесты вас не будут любить. Также бывает много других тем. То есть в питоне, наверное, я бы так выделил, дефолтные темы для собеседования уж точно. Это генераторы, контекстные менеджеры и декораторы. Тут опять же код не нужно читать. Это такие прям суперпазовые примеры. Но если вы умеете писать декоратор, мы уже прошли 50% собеседования, потому что обычно спрашивают только декоратор. Я уж не знаю, это какой-то карго-культ в питон-собеседовании. Если мы не знаем, что спросить, мы задаем задачу типа измерить время выполнения функции. И все. Вы одну задачу заучили. В принципе, может повести, может не повести, как бы как получится. Даже я иногда поэтому лучше не приходите, только зная, как один декоратор писать. Ну и важно, зачем все это нужно? Каждый может сказать, я в принципе в любой момент пойду в Google и загуглю, как написать декоратор. Я пойду загуглю, как написать контекстный менеджер. В принципе, у меня в кармане весь интернет. Вот зачем мне все это заучивать? Это все глупо, не нужно, короче. И вы меня просто пытаетесь какой-то фигней тоже запороть. Но я здесь могу сказать мое личное мнение, что если вы не владеете уверенно базовыми всеми вот этими паттернами языка, вы не можете свободно думать на нем и решать задачи так, как задумано собственно этим языком. Что я здесь имею в виду? Если на практике к вам придет темлит и скажет, что здесь нужно сделать декоратор, вы, конечно же, загуглите, как сделать декоратор и возможно у вас он даже получится. Но когда темлит к вам не придет и вам самим нужно принять решение, какой использовать здесь инструмент, то если вы не знаете всех их возможностей, а только слышали название, как-то примерно знаете, вы никогда вам голову даже не придет использовать тот инструмент, который здесь будет наиболее подходящим. Поэтому уверенное владение позволяет вам быстро, интуитивно, на обыке принимать решение, как написать максимально понятный, простой, читаемый код в стиле питона. Что в каждом языке есть своя философия, есть свои какие-то подходы, свои выработанные практики, и хорошо бы их знать. Понятно, что есть разные задачи, есть люди, которые на питоне просто автоматизируют инфраструктуру, и большее время они дебопсы, или большее время они инженеры, не знаю, какие-то еще, то есть они используют питон не как основной язык, им простительно не разбираться во всех его нюансах. Но если вы позиционируете себя как питон-разработчик, а тем более как сеньор, вы должны хорошо понимать все основные концепции, почему так, зачем они придуманы, и какие задачи они решают. Есть теоретические веселые вопросы, которые на собеседованиях сеньоров могут прозвучать, к сожалению, не всегда они звучат. Ну, например, есть вопросы про ГИЛ, собственно, глобальную блокировку интерпретатора, и очень многие просто приходят и говорят, ну, ГИЛ не дает потоком работать одновременно, и думают, что в принципе все, но вот эта картинка, это ответ на вопрос на собеседование. Но на самом деле это не все, потому что про такие вещи, как ГИЛ, важно понимать, вообще зачем они нужны. Потому что все говорят, он мешает и все, типа, а зачем мы в язык добавили, типа, ну, просто так? Просто так добавили его в язык? Ну, то есть, Гвидо Ван Рос, он просто решил, что мы должны страдать, или что? Ну, как бы у него наверняка были причины, и важно понимать вообще, зачем вот эта штука в языке нужна, какие она цели преследует, как она влияет на наши программы, как нам ее обойти. То есть, есть в Питоне за годы практики куча методов, как вообще обойти ГИЛ, как его ограничения, собственно, избежать. Ну, есть другие веселые темы, например, темы связаны с асинхронным вводом-выводом, это я тоже очень люблю. Если вы приходите и говорите, что надо писать все на синкайо, потому что оно работает быстро, это неправильный ответ. Правильный ответ не такой, какой я тоже вам не скажу, но самое важное, по синхронности понимать, опять же, зачем оно нужно. Почему мы много лет писали свои джанго-приложения на потоках, и вдруг кто-то принес, опять же, там, Гвида Ван Ростов с коллегами, принесли нам асинхронный вот вывод, добавили в стандартную бюджетку Питона, зачем, почему, какие проблемы оно решает, какие проблемы оно не решает, потому что далеко не все проблемы решает асинхайо. Если вы просто все приложения пишете с асинхайотами, это не значит, что вы вдруг стали умными Python-разработчиками, скорее всего, просто, возможно, не понимаете, зачем-то асинхайоти нужны. И вот это вот соотношение трех полезных штук, процессы, потоки и коррутины в Python-приложениях, понимание того, где и что из них надо использовать, какие ограничения они накладывают и как, собственно, масштабировать свое приложение под нагрузкой, в том числе, отличает, собственно, начинающего разработчика, который только освоил написание кода, от того, кто прям понимает, как оно должно работать. Ну и для затравочки скажу, что уже в этом году объявили, что гилл в Питоне скоро будет выпилен, скоро это в течение пяти лет, но, но в принципе, собственно, в течение пяти лет нас ожидает новый виток войны. Если я синхайоти последние годы побеждал, все все-таки говорили, что, наверное, большую часть приложений пора бы уже писать на синхайоти, но вот с удалением гилл война вернется обратно и скоро у нас будет снова два лагеря, те, кто пишут синхронно, те, кто пишут асинхронно и те, кто понимает, как оно работает и выбирает инструмент под задачу. Рекомендую быть в серединке. Ну и зачем вообще это все нужно? То есть это такие вроде бы сложные вещи, просто на конференциях можно поговорить, там, не знаю, попить пиво, поездить доклады, порассказывать. Вроде бы все прикольно, а зачем на работе мне нужно? Я свои Django View пишу, у меня все хорошо, лавэ хомутится, зарплата крутится, но если вы идете в какие-то сложные проекты, нагруженные, где много информации, много данных, много запросов пользователей, писать подобные вещи, не понимая того, как работает ронтайм языка, это все равно, что с закрытыми глазами стрелять куда-нибудь, надеясь, что вы куда-нибудь попадете. Ну, как бы вы куда-нибудь попадете, не знаю, там петицию подстрелите, бабушку на соседней улице, я не агитирую стрелять бабушек, если что, но самое главное, вы точно чисто случайно можете попасть туда, куда нужно. И вот это не тот результат, которого мы хотели бы добиться. Есть различные источники, как вообще изучать, как работает питом, вот, например, книжку рекомендую, и я возвращаюсь. Собственно, в этой теме по питому что самое главное ожидает от сеньора? Свободное владение основными идиомами, то есть понимание, как их использовать, зачем они нужны, зачем они не нужны. Типа, не стоит просто использовать генераторы, потому что я научился генераторы писать. Надо понимать, для чего они. Собственно, сильные и слабые стороны языка, особенности масштабирования приложений и так далее. Ну, кругозор в экосистеме тоже полезен, его сложно проверять на собеседованиях, но, конечно же, он в работе, вам пригодится. То есть понимание, какие есть библиотеки, фреймворки, что использовать, что не использовать, что устарел и так далее. Ну, кто-нибудь спросит, типа, где тут вообще моя любимая джанга или фаск, или там постапи теперь модный. Здесь я сразу скажу, ну, опять же, это зависит от разных собеседований, но лично я считаю, что на собеседованиях, по крайней мере, сеньорных разработчиков про фреймворки говорить это какой-то уже не очень, потому что это настолько должен быть базовый навык для опытного разработчика разобраться в новом фреймворке, что это все равно спрашивать, я не знаю, как реквест работает, типа, как сделать HTTP вызов. Ну, как бы, что за знание, как бы, ну, пошел, прочитал и сделал. В принципе, вот это тот навык, который, мне кажется, легко осваивается, и у опытного разработчика они должны вызывать вопросы. На начальных позициях для компаний, которые только на одном фреймворке разрабатывают, ну, в принципе, можно свои вопросы переориентировать на конкретный фреймворк. Ну, и мы переходим к салатникам. Вот это на собеседованиях почти никогда не бывает, к сожалению, но это важно все равно про это поговорить, важно об этом знать и думать при своем развитии про эти темы. То есть, инфраструктура это то, без чего ваши приложения не работают. Они не работают без баз данных, они не работают без балансировщиков и других веселых слов. Поэтому важно, даже если на собеседовании вас про это не спросят, как минимум одну стандартную базу данных, какую-нибудь, а именно Postgres, освоить для решения базовых задач типовых. В идеале, если вы, собственно, стремитесь к вершинам новым проектам, то хорошо бы знать разные типы хранилищ, знать их сильные, слабые стороны, зачем они вообще нужны, и тогда вы сможете решать не только типовые задачи на Postgres, но и что-то более сложное, но это уже следующий уровень. И важно понимать, как ваши базы данных будут справляться с возрастающей нагрузкой. Потому что недостаточно написать хорошо код. Если ваша база данных не справляется с количеством запросов, которые вы в нее кладете, то, как бы, ну, кина не будет. То есть, весь ваш код будет бесполезен, если, как бы, база данных не может отвечать на его запросы. Поэтому минимально нужно понимать, собственно, как разворачивать приложение, как настраивать мониторинг, как настраивать CACD, и тут мне все скажут, да у меня есть DevOps, он что-то сделает. Но если у вашей компании есть DevOps, это хорошо, но вы все равно должны понимать что-то такое. Вы должны уметь на одном языке с ним разговаривать, планировать развитие продукта. Нельзя быть техническим лидером, а я считаю, что сеньор это обычно технический лидер своего продукта, команды и проекта, если вы не понимаете всех аспектов работы своей системы. Не пренебрегайте инфраструктурой, иначе она вас догонит. И мы переходим к последнему, самому сладкому, времени осталось не очень много, но application design, это ну я всю архитектуру поделю на две части. Первая часть, это то, как мы пишем в своем приложении, вот эти картинки на хабре вы наверняка видели, там всякие клин архитектуры, паттерны, солиды и прочее. Вот, про эти вещи очень интересно говорить, но я на самом деле не люблю на собеседовании этого делать, потому что они очень абстрактные, и зачастую если человек даже уверенно говорит там что-то про солид, не факт, что он пишет код по солид, ну даже не близко, либо он пишет код по солид, но у него свой солид, как бы не такой, который нужен вам, вот, к сожалению. Поэтому проверить это очень долго, очень сложно, как бы, ну, кто-то спрашивает, в общем, я не спрашиваю, трачу время на то, что я могу проверить. В любом случае, при изучении паттернов никогда не пытайтесь просто тупо копировать. Вот, надо понимать, какую задачу они решают, для какой проблемы они нужны. Как правильно сказал Коля, то есть нужно из-под проекта-то подбирать. Если в вашем проекте есть сложность, которую они должны решить, тогда, возможно, они вам пригодятся. Если у вас сложности нет, а вы просто хотите попрактиковаться, ну, так тоже можно, но надо понимать риски. И вторая часть более интересная, и про нее как раз уже в нашей индустрии стало модно проводить собеседование, в Тинькофф мы их тоже проводим, это собеседование по системному дизайну. Это как раз компоновка разных приложений в одну единую систему, которая решает конкретную бизнес-задачу. Ну, предположим, у нас есть задача ленты новостей, у нее есть бизнесовые какие-то требования, что она функционально должна делать. Ну, можно там писать в нее сообщение, не знаю, там, просматривать ленту сообщений и так далее. У нее есть какие-то нефункциональные требования, они как раз обычно связаны с какой-то закулисной частью нашего проекта. То есть, как быстро он должен отвечать на те или иные поинты, какая степень безопасности должна быть, какая степень отказоустойчивости, какую нагрузку мы должны держать и так далее. Вот. И здесь я повторюсь, что в такой задаче еще более важно, чтобы вы правильно поняли задачу, задали нужные вопросы и уточнили, потому что всегда в задаче будут белые пятна, всегда что-то не дописано, это, в принципе, так и задумано, это фича, а не баг. То есть, если вы правильно поймете задачу, зададите нужные вопросы, все будет у вас хорошо. Ну, в целом, обычно спрашивают, какие будут числа по нагрузке, вы узнаете, сколько будет пользователей, данных и так далее. Потом все это переводите в какие-то числа, чтобы понять, где узкое место в вашей системе. Потому что, если узкое место в объеме данных, то вы решаете задачу одним образом. Если узкое место в количестве запросов, не знаю, от пользователей, то вы решаете проблему другим образом. Если и там, и там проблема, то у вас третий какой-то подход. Ну, супербыстрый пример, как может выглядеть это решение. Вот, тут какая-то простая, в принципе, разделение на кейсы. С таким, конечно, решением меня бы в архитектор не взяли, но что поделать? Мы обычно накидываем какую-то базовую схему компонентную и в этой базовой схеме есть просто разные типы компонентов. Мы там выделяем сервисы, говорим, что там будут очереди, базы данных, что-то еще. Мы расписываем основной флоу работы сценария в нашей системе. В этом случае мы пока еще не фокусируемся на какой-то конкретной базе данных. Затем обычно мы как раз начинаем фокусироваться на конкретных решениях, показываем, что у нас есть опыт конкретных решений. Мы где-то используем вот у нас Kafka появилось, появился Postgres, вторую базу данных мы взяли MonboDB, потому что повторяться нельзя. Видите ли, надо же нам повеселее, чтобы архитектура была у нас. И в любом случае важно знать особенности разных типов технологий и не просто учить ключевые слова. Если вы просто говорите, что нужна очередь, потому что очередь, но слишком много вопросов вам будет, которые легко выведут вас на чистую воду, что вы пока что еще не понимаете, зачем это нужно и как это работает. И вернемся, здесь, собственно, подытоживая, что ждет сеньора. Сеньор умеет работать с требованиями. Очень часто именно он последняя линия обороны, скажем так, для того, чтобы не пропустить какие-то требования, которые невозможно в вашей системе реализовать. Либо их надо переформулировать, либо передумать и так далее. То есть, если вы не понимаете требования, которые предъявляет система, просто реализуете молча то, что вам дали, зачастую это приведет к большим проблемам. Вы умеете, собственно, на собеседовании накидывать рабочий дизайн за ограниченное количество времени. Понятно, что на практике так быстро никто не проектирует, но здесь и не требуется прям конечное готовое решение. Вы умеете обосновывать выбор технологий и умеете понимать, а что произойдет, если будет какой-то дизатор, если система начнет разваливаться, как она будет переживать сбои. Мы подошли к концу, мы обсудили все основные мотивы. Еще раз, кто же такой сеньор? Сеньор, тот, кто владеет инструментами, может решать задачи. Собственно, умеет погружаться вглубь своих систем, докапываться до истины и решать какие-то комплексные вещи, которые другие решить не могут. Умеет подниматься вверх и видеть систему целиком, даже когда все остальные видят ее отдельные компоненты и думают только в рамках них. Сеньор думает о последствиях и решает проблемы, а не только задачи. И напоследок хочется сказать вот что. Это очень много, это очень сложно, это очень длинный путь, который нужно пройти разработчику, чтобы стать действительно экспертом в своем направлении, стать, не знаю, архитектором, тимлидом, техлидом, может быть, будущим техническим директором когда-нибудь и так далее. Это очень длинный, сложный путь. Но именно те, кто проходит этот путь, попадают туда, где самые интересные проекты, самые крутые вызовы, самые, ну, не попричу это слово, наверное, и большие зарплаты, в том числе, ну, кто не любит деньги. То есть это именно то направление, за которым, на мой взгляд, стоит стремиться. Спасибо, что послушали меня и удачи вам на собеседовании. А здесь QR-код по дополнительным материалам, там много всяких докладов, выступлений, про гио, про всякую фигню. В общем, рекомендую посмотреть, в том числе, другие доклады, которые делал я. Привет, меня зовут Лена, и я хотела спросить, есть два пути, как стать сеньором? Ну, там, допустим, ты миддл. Вастова. Что? Вастова ездила. Первое, ты такой, я еще миддл, но если я достаточно долго буду проходить собеседование, кто-то меня сеньором стопроц возьмет и будут давать мне сеньорные задачи, и я, типа, не совсем сеньор, но как-нибудь там научилась, типа, fake it till make it. Вот. И второй вариант, типа, стать сеньором по-честному, типа, понять, пройти внутреннее вот это вот суровое собеседование, в смысле, внутреннее внутри себя, и такой, да, я теперь сеньор, и теперь, как честный человек, я иду, типа, проходить собеседование как сеньор. И вот как между этими двумя счетами, какой из этих путей выбрать? Ну, здесь хочется сразу сказать, я на этом внимание не акцентировал, но, конечно же, то, что я сказал про сеньора, это, типа, настолько субъективный конь в вакууме, насколько это вообще возможно. Потому что нету никакой четкой градации, вот тут ты сеньор, а вот тут ты еще не сеньор. В разных компаниях будут разные требования. Даже в рамках одной компании два человека, которые примерно одно и то же делают. Один может быть сеньором, другой не сеньором, но просто потому, что так случилось. Вот, к сожалению, как бы это супер неформальная история, и поэтому сеньорство, оно тоже такое супер субъективное. Обычно я ориентируюсь на то, что, ну, если есть крупные компании, которому, технологическому бренду, которых я доверяю, более-менее доверяю их процессу, тогда, если те, кого они называют сеньорами, ну, я соглашаюсь, что, наверное, они сеньоры. Как ты лично для себя это определишь, но это каждый в своей голове решает сам, потому что, ну, как бы, синдром самозванца никто не отменял, кто-то может 10 лет быть очень хорошим, крутым программистом, но стесняться назвать себя сеньором, а кто-то два года пописал код и уверовал в свою собственную непобедимость, ну, и с последствиями для себя, скажем так. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Арсений. Вопрос, собственно, по систем дизайну, 48 слайд был. Там очень интересная задача капейский пленнинга. То есть я вот как человек, который там занимается условно проектированием сервисов, я понимаю, что у меня на Data Layer может возникнуть какая-то проблема. То есть у меня там база данных, это условно bottleneck. Но как бы, вот когда начинается сам капейский пленнинг, я посижу, думаю, блин, че, как мне это считать? Я понимаю структуры, я, может, примерно могу прикинуть время, но оно все там какое-то зыбкое, кипкое, то есть там вот видно, примерно равно примерно равно. Можете, пожалуйста, посоветовать, возможно, literature, articles, практически какие-то штуки, чтобы можно было это просто критиковать? Да, есть на самом деле прикольный материал на гитхабе. Я вот не помню, есть на него ссылка у меня в доп. материалах или нет, но он гуглится. Там есть типа стандартные всякие константы для приложений. Там есть константы, типа сколько в среднем времени происходит при работе с разными кишами, сколько данных можно с диска в среднем прочитать в секунду, сколько по сети передать и так далее. Там энное количество стандартных констант, которые можно использовать, они такие усредненные, но использовать при расчетах. То есть там прям ну очень много и это такая популярная история, как бы она позволяет что-то посчитать. Но самое важное, мне кажется, ну и на собеседованиях, и в принципе в реальной жизни это не конкретные прям ровные числа. То есть вы никогда не должны стремиться прям супер четко ровно посчитать. Вам всегда вот здесь важен. Так же как со сложностью алгоритмов, вам важно понимать именно порядок. Потому что как бы тут не важно 100 гигабайт данных или 200 гигабайт данных в день. Ну понятно, с точки зрения покупки жестких дисков важно, но с точки зрения архитектуры скорее всего разницы не будет. То есть вам нужен именно порядок. Это 100 гигабайт данных или терабайт данных, или 100 терабайт данных, или 1 гигабайт. вот как бы ошибка там в разы она обычно не так важно здесь вы понимаете примерный порядок и на основе него уже можете принять решение а точное значение вы все равно получите только тогда когда начнете систему эксплуатировать потому что в реальности все пойдет не так там вы уже узнаете насколько вы ошиблись в разы или на порядке или более-менее угадали я думаю никто никогда не угадывает нам супер точно поэтому нужно вот очень ориентироваться на порядок смотри я как раз про это частично говорил в начале когда рассуждал про софт скиллы и про опыт вот в теории ты можешь взять эту презентацию выписать из нее важные темы там еще погуглить в интернет эти материалы каждый этот вопрос изучить прямо чтобы от зубов отскакивал отметить гамочки выучить там что-то добавить пройти энное количество тренировочных собеседований чтобы посмотреть что у тебя получилось как бы отвечать как бы уверенно что нет и в целом можно обмануть систему и куда-нибудь устроиться есть ну короче собеседование не идеальные интервьюеры не идеальные они могут могут вас пропустить если вы супер уверенно расскажите все что они от вас хотели даже если вы на самом деле не до конца понимаете не устроиться на работу скорее всего сможешь но я думаю последствия будет не те которых ты хочешь потому что увольняется с работы что ты не проф непригоден это всегда не очень комфортно то есть кому-то норм типа устроился там три месяца был по получал хорошую зарплату тебя уволили воспитательного срока ну полгода чуешь на боли такой но я молодец как но если если такой будет то как бы так можно сделать короче взломать собеседование можно но я не рекомендую добрый день спасибо за доклад я хочу спросить вектор вашей компании будет больше направлен на развитие своих специалистов и чтобы из медлов получить сеньоров или же уже на рынке труда и сказать смотри мы находимся на таком масштабе по количеству людей и по росту проектов что мы не имеем права себе позволить на что-то одно целится потому что мы одновременно смотрим во все у нас есть учебные проекты мы обучаем там но где-то прям дошкольников нас есть для школьников проекты для студентов проекты нас и стажировки собственно уже для студентов которые могут отработать три месяца на реальных проектах и кто-то из них самый лучший останутся в штате уже джунами это как бы один путь то есть постоянный поток это на с рынка людей разных уровней там видов сеньоров тем видов и так далее и это конечно же рост внутри то есть внутри у нас тоже есть свой процесс роста у нас даже есть автоматизированная система тинькофф рост куда любой сотрудник может прийти и написать вот я такой-то такой-то сейчас я видал хочу не знаю какой-то грейд могу любой критва прописать не обязательно следующий могу сразу сказать хочу сетево быть как бы и ты пишешь об основании типа вот как ты защищаешь свое пожелание повышения вот это обоснование приходит на проверку в гильдию в случае спать на разработчиками это приходит ко мне команде как за которую я отвечаю ну и мы проверяем все валидность твоей заявки то есть таким образом нас происходит роза если ты не соответствуешь тому уровню который запрашиваешь мы даем обратную связь помогаем развиваться у нас есть матрица компетенций и так далее то есть мы ориентированы на то что внутри люди тоже росли потому что иначе получается очень невыгодно люди просто увольняются получают зарплату в другом месте побольше потом через сколько-то лет возвращается обратно к нам уже сеньорами как бы и мы теряем очень много хороших толковых людей в теории на виду вот чтобы этого избежать мы всегда ориентирован на то чтобы люди внутри росли в соответствии со своим реальным прогрессом у меня такой вопрос а вам не кажется что система джун миддл и сеньор она немножко устарела в наших реале и нужно придумывать нечто свое в компаниях даже если привести аналогии типа программист первого разряда вот так как на заводе чтобы более характерно описывать компетенции которые может человек выполнить да я тут абсолютно согласен это очень абстрактная такая классификация которые в разных компаниях значит разные вещи просто все привыкли так говорить но в целом крупные компании которые я знаю я по-моему в авито тоже самое что зона уже не помню они обычно так и делают у них есть своя какая-то линейкой там просто типа там sdl например типа инженер разработки девелопер инженер типа уровень один там уровень 2 и так далее так и делают потому что там есть какая-то условная привязка что sd3 например это типа сеньор вот такое примерное что просто люди которые внутри они как-то мочили свою реальность вот эти гриды но по факту там внутри свои гриды потому что разработчик 14 грейда в тинькове это разработчик 14 грейда вы можете там думать что-то не дал сеньор кто-то еще но с точки зрения компании намного удобнее говорить это просто 14 грейд у нас есть понятные требования для него есть требования по которым мы нанимаем на этот грейд есть требования по которым 13-го повышаются на 14 вот все эти названия они очень напутают то есть их удобно использовать но формально крупной компании обычно от этого максимально отходят что ты как раз не был вот этой путаницу что все свое понимают люди когда нанимают даже людей они такие да вот вы мне присылаете не все не сеньоры как они сеньора дети по 15 грид его ты нанимаешься 15 гридом какая у тебя в голове там сеньора это твоя проблема как бы нанимающего человека то есть мы не можем каждому руководителю голову залезть и его личные критерии сеньорство учесть чего большое за выступление вопрос меня таков стоит ли отвлекаться на какую-то вакансию если знаешь не все требования тут зависит от цели что ты хочешь от этого получить то есть есть такая болезнь некоторых компаний которые просто когда создают вакансии пишут туда все подряд особенно я не знаю давно не видел таких вакансий но когда я только начинал работать там были какие-нибудь вакансии типа разработчики там миллион короче языков программирования какие-то ключевых слов просто того портянка такая тебе в работе вообще все это не нужно но кто-то просто любит сгенерировал то все что нужно и конечно же на такие вакансии стоит откликаться пусть и компании сама работа интересно просто кто-то неправильно составил то есть на самом деле тебе все это не нужно другое дело когда реально пишут что работа предположим там нагруженный проект на языке было там с кучей объем данных с кассандрой там написано типа знаешь кассандру знаешь что-то еще и ты приходишь чтобы я не знаю него ни кассандру ничего он тогда скорее тебя даже до собеседования не пропустят мой третий вариант еще иногда полезно но кому интересно просто именно в части самообучения сходить на собеседование проверить свои навыки проверить человек в этой компании ожидают вот в таком смысле можно сходить просто пообщаться попробовать информацию получить что потом подготовиться и вернуться хотя многие компании не любят таких людей их на ранних этапах пытаются рекрутерами завернуть что типа ну что времени тратить потому что время инженеров стоит денег вот поэтому где-то вы сможете пробиться на собеседовании пообщаться получить какую-то обратную связь ну а где-то вас завернут на раннем этапе скажут что надо еще поучиться такой вопрос иногда в команде бывают люди которые пишут не на одном языке на разных например и тим лидер может столкнуться с такой проблемой что один из участников который пишет не на том же языке на котором тим лид сталкивается с проблемой то есть не может решить определенную задачу должен ли тим лид разбираться в данном языке чтобы помочь с решением проблемы ну так хороший на самом деле вопрос в зависимости от структуры компании бывают разные команды и вот в крупных компаниях зачастую по мере их роста практикуется такая история как кросс функциональные продуктовые команды когда у нас в рамках одной команды собраны люди разных профессий которые вместе решают одну конкретную бизнес-задачу вот зачем в рамках какой-то одной области работают и там может быть типа бэкэндеры эндое количество даже типов бэкэндеров мобильщики фронтенщики курии так далее вот таких командах как бы априори тим лид это человек который один и он из какой-то из этих профессий вырос он может быть бывшим курием высшим разработчиком он не обязан быть экспертом во всех областях которых эксперты его сотрудники задача тем видания быть самым в этом зале так как бы главным жрецом стоили быть не обязательно то есть на команды будет разность у вас команде три человека два джуна и тим лид ну конечно тим лид должен быть там самым умным должен их растить и наставлять но в целом в нормальном коллективе ты быть таким не обязан то есть тим лид задача тим леда обеспечить чтобы в команде была экспертиза она может быть не у него просто нанял хорошего человека или вырастил хорошего человека в команде который будет тех致 ediyorum будет все технические вопросы решать если наша команда пишут наконец-то иначеала нужны эксперты пог iTunes например то есть вот типа тебе ты билет можешь сам экспертам как бы было права попытаться так сделать ну на практике обычно плохо и за того ничего хорошего не выходит долгосрочно либо он растит людей pit команды которые экспертизу закрывают также у него будет лучше там я не знаю тестировавший команды тестирования будет главный по мобильной разработке и так далее. Спасибо. Аплодисменты.